Чуть больше полугода назад я рассказал вам про один интересный смартфон. Это Lenovo S90. И все с ним вроде бы было отлично. И корпус металлический, и амолед-экран с настоящим черным цветом, и 2 гигабайта оперативки вместе с 32 гигабайтами встроенной памяти. Но вот версия Android уж слишком устаревшая. 4.4.4 KitKat. И вот недавно смартфон наконец-то получил обновление до Lollipop. А там целый вагон изменений и один секрет, о котором вы узнаете в конце этого видео. С первого взгляда сложно понять, что именно изменилось. Все та же оболочка Vibe UI с квадратными иконками и без меню приложения, хотя в планшетах Lenovo на Lollipop оно есть. Все изменения внутри системы. Нужно просто присмотреться. Например, шторка уведомлений теперь сильно похожа на ту, которую видят пользователи смартфона Nexus со стоковым Android. Тут собраны сразу все основные кнопки управления функциями телефона, поэтому донастроить их, как это было раньше, нельзя. Кстати, шторку теперь можно открыть прямо на заблокированном экране. Например, чтобы быстро переключить режим оповещения на беззвучный. Vibe UI на новом Android все также поддерживает разные темы оформления, но их теперь стало в два раза больше. Плюс появились варианты меню запущенных приложений. Список тем увеличился до девяти штук. Можно подобрать на любой вкус от минималистичного дизайна а-ля стоковый Android до разноцветных иконок с пёстрыми обоями в теме Ribbon. Тут же внизу появился дополнительный пункт вид менеджера задач. Можно оставить обновленное меню с превью приложений, созданное в Lenovo, а можно установить стандартный вид для Android Lollipop с вертикальной прокруткой. При этом кнопка удалить все будет и в первом варианте и во втором. Немного изменились и настройки смартфона. Теперь все пункты находятся в одном длинном списке. Для быстрой навигации по нему можно использовать кнопку поиска в правом верхнем углу экрана. Из нового здесь стандартный для пятого Android режим энергосбережения. Если вдруг вам нужно следить за расходом шустрого 3G, можно воспользоваться меню контроль трафика. За время тестирования у меня сложилось впечатление, что S90 на 5.0.2 работает немного шустрее, чем раньше. Даже в Antutu аппарат набирает 27 тысяч баллов. Ладно-ладно, теперь о секрете. Если зайти в настройки, потом в меню о телефоне, там в информацию об устройстве и несколько раз клацнуть на номер сборки, в общем меню появится пункт для разработчиков. Заходим туда и переключаем режим интерфейса системы с Lenovo Vibe на стоковый Android 5.0.2 и получаем практически Nexus со всеми стандартными приложениями от Google. Обновление Android 5.0.2 для Lenovo S90 загружается по Wi-Fi в специальном разделе «В настройках». Сделайте это, если хотите получить улучшенную систему с массой нововведений и возможностью переключения в тот самый «Чистый Android Lollipop». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова